Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это гайд по карте Isla Spira в The Isle of Rima. Насколько мы знаем, что после четвертого обновления карта достаточно видоизменилась, и даже где-то чуть порезалась в границах. Давайте с высоты птичьего полета рассмотрим ее. То, что вы видите сейчас в экранах своих гаджетов и мониторов, это и есть игровая зона Вайл-Эврима. То есть даже ту карту, которую я сделал, видите, голографические границы, вот то же самое это вы можете наблюдать на карте с высоты птичьего полета. Сама карта Isla Spira, конечно, сам остров, очень огромен, и те локации пока что закрыты для игроков. Достаточно большая карта. На новой карте стало меньше густых тропических лесов, и в изобилии стало больше равнин. Также на карте появились человеческие постройки, о которых я расскажу дальше. Итак, начнем. Итак, для начала вам нужно с помощью кнопки Q, это нюх у вашего персонажа, определить на карте, на местности, где какие стороны света находятся. То есть, видите синюю шкалу наверху? Это компас. Давайте я вам сразу расскажу, какие стрелочки к чему относятся. Стрелочка вверх. Это север. Стрелочка вниз. Это юг. Между севером и югом у вас будет находиться восток. Между югом и севером у вас будет находиться запад. То есть, солнце встает на востоке и садится на западе. Ночью луна же наоборот. Она встает на юге и садится строго на север. Также в общем доступе есть официальная онлайн-карта Эвримы, где вы можете во время игры смотреть все ваши передвижения, на которой также обозначены маркерами известные места Исла Спира. Ну а как пользоваться данным онлайн-сайтом? Вы заходите в меню роста вашего динозавра. Жмете левой кнопкой мыши в геолокацию. Копируете. Заходите на данный сайт, вставляете и жмете Show. Show вам показывает вашу локацию. В нашей группе ВКонтакте я на стене оставил ссылку на эту программу. И там же вы можете найти карту, которую примерно воссоздал я. К сожалению, ссылку под этим видео, под этим гайдом в Ютубе я не могу оставить, потому что в последнее время Ютуб очень сильно ругается на различного рода ссылки под видео. Вступайте в группу ВКонтакте, там есть все необходимое. Ну что же, теперь приступим к местности. И я расскажу вам поподробнее об Исла Спира и ее достопримечательностях. В игре есть 4 игровых локации. Место, где вы можете выбрать ТП для своего динозавра. Это Норд-Ист, Саус-Ист, Саус и Центр. Карту, которую я сделал, примерно вы видите. Те места спавна. И я белым маркером пометил обхват их границ. Итак, начнем с запада. Чтобы проще было ориентироваться на запад, ищите маяк. Он должен находиться от вас слева. На побережье здесь находится огромная постройка порт. Игроков здесь пока что мало, но есть что найти по некоторым нутриентам. На побережье есть крабы и черепахи. Юго-западнее находится открытое побережье. Здесь под скалами есть небольшое озеро с питьевой водой для вашего динозавра. Ах да, совсем забыл сказать, на карте есть источники воды. Это две главные реки, которые протекают через всю карту Ислас-Пира. Это Мшистая река и река Дельта. Первая протекает по центру карты и уходит в три направления. Это на северо-запад, на север и восточнее. Вторая река Дельта расположена на востоке и протекает на север и чуть западнее. На западе, ближе к открытому побережью, находятся небольшие человеческие постройки – западные ангары. Северо-западнее расположены очень густые леса, и здесь преобладает лесистая местность. Здесь находится западный водопад. Его можно найти в направлении, если держаться северо-западнее. Мы практически в центре карты. Локация Саус – самое популярное место среди игроков. Большое озеро, либо, можно сказать, болото под названием Лужа. Большая открытая местность, равнины, небольшие тропические леса, мшистая река, а также большой спалун различных ботов для пропитания хищников, а также для травоядных – обширные луга с нужными нутриентами. От лужи юго-западнее расположена радиовышка на горе Джаггер. Гора Джаггер находится строго на юг. Если идти строго на север от центра карты, то вы придете на Старую гору. Здесь также преобладает лесистая местность. Неподалеку идет разлив мшистой реки. На севере за Старой горой расположена Пиратская бухта. Очень опасная местность, и редко каким птернадонам удается здесь перелететь. В северо-восточне находятся так называемые скалы каннибалов. Хороший проход для миграции любых практически динозавров. В локации скалы каннибалов встречаются две реки – Дельта и Мшистая река. Если идти на север от скал каннибалов, то вы попадете в залив камней. Движемся также на северо-восток. Здесь мы с вами увидим северные ворота. Мало пищи для любого вида динозавров. Возможно, только птеры смогут здесь насытиться рыбой в реках. Здесь в океан попадает река Дельта. Если от северных ворот идти в сторону юга по реке Дельта, против ее течения, то на перекрестке, свернув влево, мы попадем на арочные перекрестки в лесу. От арочных перекрестков строго на восток, в густом лесу, что преобладает также на востоке карты, можно найти человеческие постройки, небольшие ангары. Неплохим ориентиром будет старая пещера, которая также указывает, что мы находимся на востоке. На востоке расположена локация South East. Также очень хорошая достопримечательность и хорошее место ТП для многих игроков. Здесь любят пораститься обычно динозухи. Простирается река Дельта. От болот на юг знаменитая гора Птер. Почему гора Птер? Потому что здесь хорошо выживать именно за птернадонов, в изобилии рыба. Юго-восточнее на болотах расположена дамба. Также можно найти хорошие нутриенты для хищников. За горой Птер скрыты в лесах еще одни человеческие постройки. Неподалеку от дамбы, южнее, в густых лесах расположены скрытые пещеры. Думаю, что в данном гайде я рассказал вам подробно про карту Исла Спира. Если у вас есть какие-то вопросы, то, ребята, пишите в комментариях под видео, либо спрашивайте меня в нашем Дискорде, в группе ВКонтакте. Ссылки все будут в описании. Ну, а если что-то было тебе непонятно по расположению или где мигрируют обычно различные стадо динозавров, то, ребятки, плейлист «Гайды вам в помощь». Там есть уже гайд по системе нутриентов. Ну что же, если тебе понравился данный гайд, обязательно пальчик вверх, подписка на канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Всем приятного выживания в мире Айл Эврима.